Вон знак справа Да, центральный сука в народе называют паровозики Здание тут есть многоэтажное, но они такие большие Ну, кстати, я вам скажу, запах здесь отнюдь не туристический Пахнет, как в обычном деревенском сарае Скажи, что петушки ходят здесь Направляйтесь на северо-запад Доброе утро! Сегодня у нас с вами экскурсия в Шарджу Мы уже подъезжаем, заезжаем в Шарджу Там много достопримечательностей Мы сейчас посмотрели заранее, прежде чем ехать Они все, в основном, все основные достопримечательности сконцентрированы в одном месте Наверное, мы оставим сейчас машину где-нибудь на какой-нибудь парковке И прогуляемся пешком по всем достопримечательностям В принципе, Шарджу она небольшая, поэтому я надеюсь, что мы сможем обойти ее пешком Первое место, куда мы приехали, это район Итихат-парк Вот этот парк прямо за мной, вы видите Также за мной мечеть короля Файзал, но о ней чуть позже А самое главное, о чем хотим сейчас рассказать, это центрайлерных Саржи В народе еще его называют паровозики Потому что отдаленно вот это здание похоже, как будто это вереница паровозиков Парковка здесь платная, поэтому нужно заплатить за парковку Пойдемте сначала заплатим Раз, два, три, четыре и пять Одна монетка не прошла, еще разочек Все, так и пресс-фот-тикет нажимаем Окей, сейчас у нас выйдет билетик Сюда положили билетик Все, машину закрываем И уходим на рынок, теперь можно наслаждаться покупками Этот рынок очень отличается от того, почему мы привыкли от угасных молок Здесь очень много традиционной одежды Это всякие платки, шали, абаи, кондоры, платья для намазов И цены здесь очень демократичные То есть платки 10-15 стиркан Платья от 50 до 150 стиркан Ну и сумки там всякие тоже пчелы есть Также здесь есть золото, серебро Ну то есть такой чисто настоящий рынок Это не молок, а именно рынок И здесь можно купить качественные вещи за нормальные, разумные деньги Также здесь можно найти всякие сувениры Подожжали, подешевле, на любой вкус Очень много таких делушек Что касается цель Вот эти цель-то мы недавно видели Выбор батута, моли Баткопитная, все декорки у нас продавали Здесь они 30-35 декор Но опять же, чем больше берете, чем активно торгуете С тем вещами больше Большинство магазинчиков здесь закрываются На период примерно с часа до четырех Поэтому если вы хотите получить максимальный выбор То лучше приезжайте пораньше, часов в 10-11 утра Либо уже ближе к вечеру Вообще, если вы приехали в Шаржу впервые То я рекомендую вам в первую очередь сюда приехать на центральный рынок Здесь на центральном рынке стоят такие интерактивные панели И здесь можно все достопримечательства увидеть, посмотреть, прямо не выходя из МОЛа Вот, здесь значит, что здесь надо сделать Выбирайте русский язык Вот, переключился на русский Нажимаете знакомство с Шарджей И теперь смотрите Здесь факты о Шарджи Ну, здесь вот всякие Тут тоже можно нажимать и выбирать Что посмотреть, нажимаете сюда Что посмотреть И здесь наверху открывается Смотрите, популярные места Вот все популярные места здесь отображаются Здесь можно туда-сюда, вверх не слистать Здесь музеи какие в Шарджи Музеи Сейчас здесь появятся Вот все музеи, которые в Шарджи есть Можно нажать, прочитать подробнее, прямо где что находится Посмотреть Достопримечательности Шарджи какие есть Здесь тоже сейчас появится панелька Амфитеатр, мечеть Аль-Нур, центральный базар Вот мы сейчас здесь находимся в центральном базаре Вот мечеть Аль-Нур, опять центральный базар Вот площадь Клок Тауэрс Потом пустыня Очень интересная закладка экотуризм называется Есть, оказывается, здесь рядом с Шарджей Центр дикой природы И вот здесь прямо написано, что здесь находятся животные Все животные, которые на территории Вот этой Аравийской пустыни обитали Либо сейчас обитают И также вот остров Аль-Нур Это что-то новенькое Смотрите Здесь, значит, на этом острове Аль-Нур Понятно, там скульптуры всякие, сооружения интересные Но также здесь еще есть парк бабочек И какой-то вольер еще Ну, короче, читайте подробно сами Просто я хотел вам показать, что есть такой стенд И вот, когда увидите Может, он в других местах в Шардже тоже есть Ну, короче, когда увидите такой стенд Подойдите к нему Здесь прям все-все-все можно прийти Ознакомиться, посмотреть Подробно все описано И уже по этим местам проехаться самостоятельно Очень полезно будет воспользоваться интерактивной карты Шарджи Вот здесь внизу такая голубая полосочка На нее нажимаем И здесь прям все подробно сейчас загрузится Все-все-все можно посмотреть Где что находится Язык русский выбран И здесь можно искать то, что вас интересует Вот она вся Шарджа В принципе, все, что вам нужно здесь есть Вот, кстати, Шарджи Аэропорт И если вы сейчас в России находитесь То вот заходите на этот сайт ШарджиMyDestination.ie И я так... Я не был на этом сайте Но, наверное, там, скорее всего, вот эта вся информация и содержится С рынком мы закончили И теперь подъехали к мечети Короля Файзала Кстати говоря, пешком здесь особо погулять не получится Потому что жарко И мы решили, что будем все-таки не пешком передвигаться, а на машине Итак, мечеть Короля Файзала Она такая довольно большая, просторная внутри Но это заметно сразу, что эта постройка старая То есть давно была построена Внутри даже нет центрального кондиционирования То есть сейчас во всех мечетях современных В Эмиратах центральный кондиционер А здесь в этой мечети стоят старые кондиционеры Еще внутренние, напольные и вентиляторы стоят Кстати, здесь в Шарджи довольно много таких старых построек Где вот нет центрального кондиционирования А где просто навесные внешние кондиционеры находятся И вообще Шарджи это один из самых старых Эмиратов Здесь очень много различных музеев Но я боюсь, что мы с вами не успеем просто физически по всем музеям пройтись Поэтому просто поищите в интернете, какие в Шарджи есть музеи И посетите сами на свой вкус, какой музей вам больше нравится Давайте с вами немножко прокатимся по дорогам Шарджи И, кстати, что касается дорог Здесь они похуже будут, чем в Дубае То есть зачастую встречаются какие-то кочки, колдовины Там плохой ремонт бывает такой, что едешь и машина все трясется Ну, в принципе, дорога, конечно, хорошая Лучше, чем в России Но, опять же, покатавшись по Дубаю Уже есть чем сравнить И по сравнению с дубайскими Дороги Шарджи, конечно же, уступают Обратите внимание, дома в Шарджи не такие высокие, как в Дубае Ну, тут вот максимум, наверное, 20-30 этажей такие дома А вот 40-50 этажных домов здесь в Шарджи я пока что-то не вижу Шарджи больше напоминает дубайскую Дейру Здесь не такие высокие дома Максимум 20-30 этажей Небольшие узенькие улочки Маленькие магазинчики Что еще? Много пешеходов здесь ходит на улицу То есть люди постоянно тут тоже ходят Многие пешеходные зоны, в принципе, довольно много Здесь не так много зелени А вот этот флаг, который развивается вдалеке перед нами Это так называемый Флаг Айленд То есть остр Флага И вот смотрите, как раз я вам говорил, что про небольшие дома И вот видите, там вдалеке слева есть тоже в Шарджи район Невоскребов И там уже вот дома такие высокие То есть по 40-50-60 этажей Мы приехали еще в одну достопримечательность Называется Шардж Аквариум Название говорит само за себя Переводить смысла нет Давайте зайдем внутрь, посмотрим, что там происходит Экскурсия по аквариуму занимает порядка 40 минут А стоимость входа 25 дирхам Но мы не стали заходить, потому что нам надо ехать дальше Успеть на другие достопримечательности Поэтому это оставляем вам на самостоятельное изучение Кто успел побывать в этом аквариуме, напишите в комментариях Что вы там видели, что там интересного Рядом с аквариумом также находится морской музей Шарджи Вот он там, вдалеке его видать И здесь еще напротив есть такие руины Похоже, что как будто какие-то старые жилища тут разломаны Возможно, здесь люди жили раньше Сейчас похоже, что здесь делают какую-то реконструкцию Может, здесь будет что-то типа деревни какой-то Может, будут восстанавливать как будто старый быт, старые дома Посмотрим, что из этого получится Но это, наверное, не сейчас будет готово, а может быть, через пару-тройку лет Мы приехали с вами еще на одну достопримечательность Это рынок животных и птиц в Шарджи И здесь нас обрадовали бесплатной парковкой для посетителей Пойдемте зайдем внутрь, посмотрим, что здесь можно купить Ну вот этот рынок внутри выглядит совсем по-деревенски Тут есть барашки, козы Я вижу там еще какие-то лошадки, пони Причем породы совершенно разные, необычные Давайте пройдемся, посмотрим вообще, что здесь есть и сколько стоит Овечки и козы здесь стоят одинаково Полугодовалые примерно 300-350 дирхам Годовалые порядка 500 дирхам А здесь очень интересно, если продавца нет на месте Вот есть вывеска, есть телефон, можете позвонить по телефону И уже с подростом поговорить по телефону, узнать у него, что сколько стоит Тут есть очень разные породы, я в породах не разбираюсь Кто из вас разбирается, вы уже сами смотрите, что вам интересно Тут есть совершенно экзотические породы, я таких в России никогда не видел Вот, например, вот этот большой рогатый, я не знаю, это баран Скорее всего баран, нам сказали, что он из Пакистана Также тут есть из Южной Африки, из Индии, из Омана есть Местные есть, эмиратские барашки тут тоже есть Ну, кстати, я вам скажу, запах здесь отнюдь не туристический Пахнет, как в обычном деревенском сарае Поэтому это место, скажем так, на любителя, но все равно стоит посидеть, если хотите экзотики И вот эти большие козлы стоят... А это маленькие... А эти большие козлы стоят по 4 тысячи дирхам, а маленькие козочки полторы тысячи дирхам Ну, похоже, они какие-то племенные, скорее всего, берут под размножение А уже не на мясо Ну, и, конечно же, здесь есть курочки и петушки И вот они прямо по дороге гуляют, и никто их не трогает Еще здесь есть корова с теленочком Теленочки отдельно не продают, можно только вместе с мамой взять Стоит от 6 до 8 тысяч дирхам А вот этим их кормят здесь, я не понял, что это такое Говорят, что это их питание Это из Пакистана откуда-то привезли Ну, из чего именно состоит, непонятно Как будто солома просто и все Ну, каких-то зерен здесь не видать Ну, ладно, пусть будет солома Пока Смотри, как высовывается, скажет Еще здесь можно купить козье молоко Полтора литровая бутылка стоит 20 дирхам А птичий рынок находится здесь же, совершенно рядом В павильоне номер 5 Давайте зайдем, посмотрим, что там интересно Птичий рынок тоже выглядит типа какой-то небольшой деревни То есть здесь парк, скамеечки И по краям магазинчики, где продается всякая живность Кстати, вот здесь питание тоже для птиц есть Рыбки даже есть, если хотите Вот тут, пожалуйста, попугайчики Не только попугачки, кстати, здесь даже голуби вот я вижу Какие-то канарейки, может быть Цыплята вот есть, кролики, смотрите, даже есть кролики И даже можно взять павлина Тут даже павлин есть А вот, смотрите, страусы Страусы мы здесь видим Собачки есть То есть тут вообще, кого только нет на самом деле Здесь очень много разных животных Можно увидеть Вот, смотрите, с овчарка выглядывает прямо из этого Вон туда-сюда смотри Как видите, здесь очень много всякой живности Начинает птичек, заканчивая там собаками, кошками, страусами Может быть здесь еще какая-то экзотическая живность есть Короче, обязательно приезжайте сюда, посетите это место Но хочу предупредить вас Пахнет здесь отнюдь не туристически Запах специфический Животных содержат в тесных клетках Поэтому, если вы чувствительны к этому То лучше сюда не приезжайте Еще мы заехали в историческую часть То есть это так называемая Heritage Area И Шарджи Арт Фондейшн То есть здесь именно сконцентрированы Вот эти старые быт, старые дома, старые жилища Как это все выглядит, как раньше люди жили Пойдемте, зайдемте, посмотрим Шарджи Арт Фондейшн Это сочетание старины Старых зданий, старых построек И новизны Тут стоят тоже самые современные здания И сейчас мы зашли на выставку Вход бесплатный Нужно зарегистрироваться на таком айпадике Сейчас введем свои данные И сейчас тут проходит выставка Яо Кусама По поводу точек Что-то у него здесь везде точки, точки, точки Тема такая И различные картины на эту тему Нас охранник предупредил, что ничего нельзя трогать И когда будем заходить в этот шар Надо надеть какие-то бахилы по ходу дела Значит туда можно зайти Смотрите, какой огромный шар Здесь вообще много шаров А это вообще большущий Здесь картины висят Я не знаю, что это за жанр Ну, в принципе, да, интересно Пойдемте зайдем внутрь шара Там, наверное, есть что посмотреть Итак, мы надели бахилы И теперь давайте зайдем внутрь шара Посмотрим, что там О, так, здесь зеркала О, прикольно В мире шаров называется Прикольно, слушайте Это классное такое ощущение Вообще Как будто везде шары Как будто бесконечная улица Везде сам себя видишь Везде отражение Шары, 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 шары Кругом шары И здесь еще стоит Такой одинокий стоящий шарик В нем есть дырочка В эту дырочку нужно посмотреть Давайте заглянем в нее И что мы здесь увидим? О, мы здесь видим Галактику бесконечных шаров Вот это классный вид Прикольно Вообще Еще мне дали такую бумажку с наклейками Пригласили в эту комнату И здесь в комнате Расклеить эти наклейки надо В любом месте, где хочешь Это Короче, где я хочу, там и клеить Давайте Сейчас я придумаю, куда мне это расклеить Вот зеленый кружочек Это здесь Вот этот кружочек мой Когда зайдете сюда Увидите здесь зеленый кружочек Знаете, что это наклеил я Рядом с этим зеленым кружочком Красный Вот эти два кружочка Зеленый и красный Это кружочки от Индубай Вам на память, дорогие Наши зрители Теперь остался Оранжевый, желтый Большие кружочки Давайте сначала наклеим Оранжевый, оранжевый На этом наша прогулка По Шарзе закончилась Уже слышен азан Уже солнце зашло за горизонт Сейчас резко стемнеет Больше снимать мы не будем сегодня Сколько успели посетить, столько успели А что не успели, уж извините Если будет возможность Мы заедем как-нибудь еще в следующий раз А если не будет То уже изучайте сами Гуляйте сами Ищите интересные места сами И пишите в комментариях Делитесь с остальными подписчиками Проекта Индубай Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому